Всем привет! С вами канал SuperAndroid. Сегодня у нас видео о приложении, которое позволит вам поднять FTP-сервер на своем Android-устройство. Приложение так и называется FTP-сервер. Чем интересно данное приложение? Оно позволит вам, подняв сервер, получить к нему доступ в локальной сети, получить доступ извне, то есть из интернета, к Android-устройству, которое, к примеру, находится у вас дома. Но для этого необходимо пробросить порты на роутере и поставить какой-нибудь клиент FTP на ваш персональный компьютер. Поскольку настройки для разных роутеров отличаются, эту тему я затрагивать не буду. Вы сможете найти информацию в интернете. Я специально проверил сайтов огромнейшее количество, где все подробно рассказано для разных типов роутера. Здесь есть лишь галочка «Автоматически открывать порт на маршрутизаторе». Можно поставить и посмотреть инфу, если вы немного владеете английским языком, о открытии порта на вашем роутере. Далее, вкладка «Режим FTP». Есть «Implicit» и «Explicit». Тоже внизу в описании дам ссылку на статью, что значит «Implicit» и «Explicit». Это явный и неявный FTP. Они отличаются типами шифрования и доступа. Мы же будем использовать обычный FTP, поскольку мы в локальной сети и доступ у нас закрыт обычно роутером и брендмауером. Итак, здесь параметры. FTP-порт по умолчанию можно оставить. Если не будет работать на этом порту, можно поставить любой другой порт. Пассивный FTP-порт. Таймер ожидания в секундах. Здесь все довольно-таки просто. «Keep server running even if screen locked». Держать сервер запущенным, если дисплей заблокирован. То есть, вы блокируете телефон, но сервер все равно продолжает работать. Здесь есть информация, что некоторые телефоны не поддерживают данную функцию. Автоматический запуск при обнаружении сети Wi-Fi. То же самое будет автоматически запускаться сервер. И автоматический запуск при включении устройства. То есть, данное приложение будет загружено в автозагрузку. Далее, «Пользователи» и «О приложении». Здесь вы сможете ознакомиться с другими разработками авторов данного приложения. Итак, что может данное приложение? Во-первых, вы, активировав и настроив программу на своем Android-устройстве, сможете получать доступ из персонального компьютера. Как это выглядит, я покажу. Давайте пока начнем с минимальных настроек. То есть, здесь мы оставляем все по умолчанию для локальной сети. Итак, для того, чтобы добавить пользователя, нам необходимо перейти в графу «Пользователи». Здесь можно активировать анонимного пользователя. То есть, при подключении не будет запрашиваться ни логин, ни пароль. Но, к примеру, на «Десятке» аноним не всегда виден. И начинается необходимо выключить, включить настройки брендмауэра, переименовать, открыть доступ без пароля. В общем, огромнейшее количество настроек. Поэтому я рекомендовал бы просто создать нового пользователя. Как его создать? Нажимаете на плюсик, задаете имя пользователя, задаете пароль, показывать или не показывать скрытые файлы и путь доступа. Путь доступа по умолчанию выбирается в папке. Папка загрузки. Можете создать любую папочку. Я, к примеру, вот создал папку, в которую можно накидать любых файлов. У нас здесь лежит автоматик кликер. То есть, вы сможете по умолчанию в эту папку, накидав нужных файлов, открыть доступ к этой папке к любому устройству в локальной сети. Я это уже сделал. То есть, у нас есть обычный пароль, имя пользователя. Все это произвольно. И здесь есть путь. То есть, в любой момент вы можете удалить или же переделать, поставить там другой пароль, поставить другое имя пользователя. К примеру, если у вас несколько будет всевозможных телефонов, то это все дело можно организовать, задав имя пользователя. Вы захотите заходить с разных устройств или же из одного. Все здесь можно откорректировать. Ну и как это все дело работает. И, к примеру, я покажу, как все будет выглядеть. После того, как вы запустите сам сервер, создав доступ, включив, у вас появятся два адреса. Что здесь интересно и что можно сделать. Для быстрого доступа и стандартного Explorer, который установлен на вашем персональном компьютере, вам можно здесь активировать пользователя. Анонимус, то есть, аноним, не надо будет вводить никаких паролей, но для этого необходимо отключить парольный доступ. То, что я уже говорил. И не всегда там сделать правки брендмаури, не всегда у всех получится. Поэтому лучше сделать пользователя с паролями. Я все покажу, как это дело организовать. Мы же запустим обоих пользователей для того, чтобы продемонстрировать. Итак, если у нас есть анонимус, мы запускаем FTP сервер. Адреса серверов у нас сразу же появляются. Заходим в персональном компьютере на этот компьютер. И здесь вводим, к примеру, вот этот вот адрес. Поскольку доступ у нас уже открыт, то есть, мы получили доступ к папке, которая есть на нашем Android устройстве. Мы задавали ее разрешение. Это все просто. Если вы хотите пользоваться анонимом и делать огромнейшее количество настроек, каждый раз вбивать адрес тоже будет неинтересно. Я пока не выяснил, динамический он или нет. Может ли меняться здесь цифры. Но это в будущем. Для того, чтобы в один клик получить доступ к расшаренной и открытой по FTP папке, вам необходимо зайти в свой компьютер, здесь выбрать вкладку сетевые расположения и нажать добавить элемент в сетевое расположение. Здесь откроется мастер. Вам необходимо всего лишь будет ввести адреса серверов. Сервера у нас 192. Давайте сейчас быстренько это все дело организуем. Ввели адрес. Анонимный вход убираем. Ставим пользователя, который у нас был, поскольку анонимный отключен. И, как я уже говорил, это может вызывать определенные проблемы. Имя для сетевого расположения выбираете, к примеру, телефон. Ну, задаете произвольное имя. Нажимаете. Далее. После чего нажимаете «Готово». И получаем доступ к данному файлу. Файл можно скачивать, копировать в папку. Отсюда же прямо и закидывать, соответственно, файлики в эту папку с вашего персонального компьютера. Ну, давайте уже побыстрее. При первом запуске у вас может потребовать пароль. Его необходимо будет ввести. Пользователь будет виден всегда. То есть, как видите, файл прямо с персонального компьютера будет копироваться в папку на вашем Android устройстве. Все довольно-таки просто. Сейчас мы откроем эту папочку по умолчанию. Пока файл копируется. Для того, чтобы показать, что все действительно работает. Download, вот папку и вот наш файлик, который копируется. То есть, единожды создав сетевое окружение, вы всегда сможете заходить в нужную вам папку и делать определенные оправки. Вот так примерно все это дело работает. Через персональный компьютер. То есть, всегда на вашем персональном компьютере будет открыт этот значок. И как только вы запустите FTP, вы всегда сможете заходить. Еще раз повторюсь, что при первом запуске у вас, возможно, потребуется пароль. Пароль пользователя, который мы вот здесь задавали. То есть, вам необходимо будет вбить этот пароль, поставить, запомнить этот пароль. И уже проблем не будет со входом. Вот так все это дело выглядит для персонального компьютера. Ну и давайте теперь уже разберемся, как все будет дело выглядеть, если мы будем заходить в эту же папку с другого Android устройства. Как это все организовать для соединения между двумя Android устройствами? Ну, к примеру, в файловом менеджере есть проводник, есть вкладка FTP. Можете воспользоваться любыми другими файловыми менеджерами. Что здесь необходимо сделать? Я покажу на примере ЕС проводника. Необходимо нажать создать, выбрать FTP, вбить сюда адрес, вбить порт, пользователь пароль. Все как на персональном компьютере, после чего нажать ОК. И вы уже в следующий раз, нажав на папочку FTP, будете получать доступ. И, как я уже говорил, отсюда же можно будет копировать, к примеру, одну секундочку, копировать, к примеру, файлики, которые у вас есть на вашем Android устройстве, в эту папку. То есть, скопировав файлы прямо на этом же Android устройстве, вы сможете их перемещать в нужную вам папку. Это все делается просто, выбираете копировать, выбираете папку, которую вы открывали, нажимаете вставить и файл автоматически будет перемещен на папку на вашем устройстве, на котором вы подняли FTP сервер. Давайте сейчас проверим ЕС проводничок. Так вот, у нас появился макродроид уже и на LG, ой, на пикселе, извините, запарился. То есть, вы понимаете, как это дело работает. Подняв один FTP сервер, добавив его на других Android устройствах или же персональном компьютере, вы всегда сможете получать доступ к нужной вам папке. Сделать это можно на нескольких устройствах и копировать, перемещать файлы в вашей локальной сети или же из интернет, если сильно заморочиться. Вот, наверное, и все. На этом буду заканчивать. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!